Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В сегодняшний праздник преподобного Сергия Игуменна Радонежского, дорогие братья и сестры, хотелось бы вспомнить этого великого подвижника правила молитвенного и духовного жительства, пример которым он являл своим ученикам, но его удивительная жизнь стала примером для многих, последователей его, а также вдохновлением для многих художников. Мне хотелось бы сегодня сказать вам, дорогие братья и сестры, о том, что вдохновленный подвигом преподобного Сергия Радонежского, который благословил Александра Ослябин и Андрея Пересвета на сражение с монголо-татарами, он написал картину, который назвал «Бой», где монах в доспехах воина поражает Челубея копьем, и это известнейшее полотно Виктора Васнецова. Оно было написано в 1914 году. Но вот следующая картина, которая открывает более глубокий смысл, это картина, которая написана Павлом Рыженко. Вот эта картина изображает Александра Пересвета уже не в воинских доспехах, в кольчуге, с шлемом воинским, а в монашеских одеждах. Имеет гораздо более глубокий смысл, и вот почему. Потому что бой, который совершился между Александром Пересветом и Челубеем был бой между силами добра и зла, и добро победило в этой схватке. И вот интересный момент. У Челубея он был очень сильный человек, это был очень такой посвященный в тайные знания человек. Известно, что он воспитывался на Тибете, в тибетском монастыре, и татары приобрели этого богатыря. И он вот в подобного рода сражениях уходил первым и всегда поражал своих противников. У него была невероятная сила, его называли не только непобедимым, его называли бессмертным. У митрополита Митрофана в его книжке, которая называется «Правда о русском мати», есть такое повествование о том, как он сам рассказывал, разговаривая с одним из монахов-насельников Троицы Сергия в Лавре, который сам, вы помните, было время, когда только открыли границы, перестройка, он поехал, очень мечтал посвятить себя вот этим восточным единоборством, восточным знанием, молитвам. Поехал на Тибет поступить в тибетский монастырь. Когда приехал, а там вообще к туристам относятся не очень хорошо, и особенно из России. И вот как узнали между собой, вдруг стало слышаться и звучать имя Пересвет. Пересвет. Что такое Пересвет? Через переводчика узнал, оказывается, имя Пересвета занесено у них в святые книги на Тибете. Потому что этот воин победил бессмертного монаха тибетского монастыря Челубея. И этот воин обладал силой, которая превозвышает силу того, которого они чуть ли не обожествляли. То есть он имел покровителем истинных богов. Но русский бог, который помогал Александру Пересвету, он выше богов Челубея. И поэтому, когда узнали, что есть в России, стали вспоминать это имя. И вот, дорогие, возвращаясь к этой картине, надо сказать, что Челубей, он был посвящен в тайные знания. То есть он знал, что кроме своей силы, он должен им еще обладать силами зверя, силами падшими, духами, которым он был посвящен. И потому изрыгал из себя такие скверные слова. Он вообще был очень нечестивейшим человеком. Страшным и бессмертным. Почему бессмертным? Потому что дьявол тоже имеет природу бессмертную. И поэтому он тоже был посвящен не умирать, но служить дьяволу вечно. И поэтому там, где он выходил впереди войска, естественно, нападал не только страх и ужас, но и то, что он изрыгал из себя, это было невероятно слышать. И вот эта борьба сил добра и зла, сил света и сил тьмы. И вот тут нужно сказать, что преподобный Сергий, когда отправлял своих защитников, воинов, молитвенников, он совершил заочное отпевание Александра Пересвета. То есть он знал, что он идет не воевать, а душу свою полагать за други своя. И вот этот удивительный бой, он знал, что он не просто пришел на сражение с молитвой, он снимает с себя кольчуги, снимает с себя воинские доспехи и облачается в монашеские одежды. И вот тут-то как раз и понятно, почему у Челубея было огромное копье, и сам он был невероятной силой человек. И это длинное копье было длиннее, чем у Пересвета. И что делает Пересвет? Он на встречном скаку дает пронзить свою грудь этим копьем, чтобы своим меньшим копьем поразить своего неприятеля. То есть всегда Челубея выигрывал за счет длины копья. Оно было, во-первых, очень тяжелым и длинным. И тот, с кем он сражался, он даже не мог дотянуться своим копьем. Но тут был другой случай. Пересвет свою грудь подставляет. И копье проходит, длинное копье через него, но своим копьем он поражает этого бессмертного. И тот падает смертным на землю. Вот, дорогие братья и сестры, есть несколько сказаний, преданий, что конь вынес даже не упавшего с седла, но пронзенного Пересвета, почему его имя попало в Тибетский монастырь, как великого воина, победившего бессмертного Челубея. А сам наш защитник и воин Христов пал, защищая наше Отечество, и это стало переломным сражением на Куликовском поле. И вот, дорогие, вот эту картину, которую изображает Павел Рыженко, мы можем встретить сейчас не только во многих музеях, во многих иллюстративных журналах, она более соответствует смыслу, чем картина Васнецова, которая изображает Пересвета в виде бойца. Вот нам потому и дороже, это духовный смысл, который еще раз, еще хочу обратить ваше внимание, еще на одну картину Нестерова, это три всадника. Вот это тоже удивительная картина, которая многим из вас знакома, как бы над Лаврой, среди такой непогоды, мчатся три всадника. Оказывается, может быть, многие из вас помнят, но нет, напомним, что это были три слепых коня, когда осада была литовцами Троицы Сергия в Лавре в 1608-1610 годах. Два года осаждали Лавру Троицы Сергию, обитель преподобного Сергия, для того, чтобы захватить этот центр, этот столб молитвы, потому что враги знали, что не в силе воинских доспехов, а в молитвенном стоянии этой Лавры зависит победа многих над тем, что замышляли наши враги. И все-таки вот эта помощь преподобного Сергия в виде того, чтобы он послал в Москву не только за подкреплением, а усилить молитву московских святых и там служить молебны о стоянии и сохранении этой обители, кто-то сомневался. И вот такой пример, который хотелось бы в завершение вам привести. Один инок и инарх. Известие получил о том, что будут три всадника. Он рассказал, ему мало кто поверил. Стали искать воевод. Воеводы никто не видел этих всадников. Никто не знает даже каких коней. Никто никого не отправлял. Что за кони? Что за кони? Откуда кони? Ну какая-то, наверное, былина там показалась кому-то, как это обычно к чудесам относится. Показалась. А это было сверхъестественное чудо. И когда обошли пленников, воеводы, то узнали, что только вот недавно пойманных пленников литовцев, они видели трех всадников. Другой рассказал о том, что даже за ними организовали погоню, но не догнали, потому что их догнать они не смогли. А вот в откровении явившийся преподобный Сергий одному больному иноку, который разуверился, отвернулся к стене, он его позвал и сказал ему, чтобы он не сомневался, чтобы он поверил. Он твердил этого человека больного, уже старого, пожилого монаха. И он рассказал ему о том, что... А тот как раз и рассказал, да как же это могло быть? Ни коней не было, никто не видел, подумаешь, какие-то пленники, что они не расскажут. А вот Сергий ему рассказал, что трех иноков он послал. А кони откуда? Тут такой диалог, представляете, с человеком из загробного мира. И вот этот диалог был для этого больного человека спасительным. Когда он спросил у него, как это могло произойти, преподобный Сергий рассказал, что трех слепых лошадей вывели из лавры и поставили в загон, где они стояли. Вот на этих трех слепых лошадях он трех иноков называет их имена, на которых был предупрежден воинский чин Москвы и столпы молитвенников о страшном нападении и возможном разрушении лавры. И когда это все перепроверили, все оказалось именно так. Вот тогда этот сам человек, поверив, не только встал на ноги, абсолютно был здоров. А так как знали, что вообще он уже заболел, то он пришел в храм на своих ногах, и все поняли, что это не просто выздоровление, это чудесное исцеление этого сомневающегося инока. Очень много чудес, братья и сестры, преподобный Сергий являл. Одному даже замерзающему иноку, который был насельником лавры до революции, а потом пришел уже в нее после, его заключили в тюрьму уже в хрущевские времена. Вот в это время Сергий явился и дал ему просворочку. Замерзающему человеку, уже за ним пришли не только врачи, но и насильщики увезти его тело замерзшее, а он здоров. Просворку лаврскую Сергий преподобный дал этому умирающему человеку. По его смерти преподобный Сергий совершил больше чудес, чем при жизни. Вот мы говорим, умер человек, ну с нами уже не стало этого человека, все, уже его нет. Вот этот сегодняшний наш святой Сергий Радоничский разрушает это представление о том, что его нет. Он есть и существует, и помогает, и сегодня молится, и слышит нашу с вами молитву. Я здесь сегодня поздравляю прежде всего, конечно, именинников, которые носят имя Сергий. Это имя очень часто давали мальчикам в России, потому что знали, как велик заступник над мальчиками, вырастающими мужей, тот, которого мы сегодня прославляем. Я хочу пожелать всем, кто носит это имя, быть подобными защитниками нашего Отечества, служить ему верой и правдой, а если понадобится, не щадя живота своего, встать на защиту интересов своей страны, своей веры и своей церкви, как стоял и стоит преподобный игумен землерусской Сергий Радоничский. Еще раз поздравляем всех вас с праздником, желаем вам мира, доброго здоровья и молитвами преподобного Сергия Игумена Радоничского всем вам желаю души спасения. Аминь.